Сегодня Всемирный день воды. Он был установлен в 1992 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В России его впервые отметили в 1995 году под девизом «Вода – это жизнь». Смысл напомнить всем о важности этого самого простого и одновременно самого многофункционального вещества на планете. Какую воду пьют жители Чувашии, отчет представили в региональном управлении Роспотребнадзора. Каждое утро во всех домах и квартирах открывается водопроводный кран. Умыться, приготовить еду или навести порядок в доме. Вот уже много лет в этом помогает центральный водопровод. И, конечно, каждого человека волнует качество и безопасность, поставляемые нам по трубам воды. Ежегодно сотни предприятий республики, связанных с водоснабжением, проверяют специалисты управления Роспотребнадзора. Так, по санитарно-химическим показателям, если в 2013 году удельный вес несоответствующих проб был 30,73%, то в 2017 году 22,65%. То есть настолько снизилось количество нестандартных проб по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям с 9,41% до 1,7%. По микробиологическим показателям у нас вода, можно сказать, безопасна как в источниках, так и в сети. Обеспеченность населения питьевой водой доброкачественной, отвечающей требованиям безопасности. Можно ли употреблять сырую воду из-под крана без дополнительной обработки, будь то кипячение или фильтрация? Руководитель регионального Роспотребнадзора уверен, можно. Однако советует использовать фильтры. Фильтры обычно бытовые. Конечно, есть более сложные, многоступенчатые различные фильтры. Они требуют тоже своевременной замены, ухода, потому что фильтры могут забиваться и наоборот становятся потом источником загрязнения воды, когда они концентруют в себе вот эти химические вещества. Я могу пить воду из крана, просто мне не нравится запах, поэтому я фильтрую и пью. Конечно, когда в период весеннего паводка и осенних ливневых дождей, все-таки лучше воду кипятить, потому что вторичное загрязнение в сетях может быть. Цветность, прозрачность, мутность, жесткость – показатели десятки. Еще вода не бывает без примесей, но есть допустимые нормы. Например, железо в одном литре может содержаться до трех миллиграммов. Это не причинит вреда здоровью. А вот ртути, вещества токсичного, должно быть не больше одной десятитысячной миллиграмма. В основном у нас в северных районах республики не соответствует содержание бора, льетия, бария. Получается, в западных и южных районах железо еще не соответствует. Ну, железо – модность, где железо – истами – модность. Пользоваться обычной водой из-под крана или кипятить, применять фильтры, покупать бутилированную воду – каждый выбирает сам. Главное, не забывайте, качество воды – это качество жизни. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.